Сопредседатель комитета по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Полоний и член Палаты представителей Николь Малиатакис предложили двухпартийную поправку в законопроект об осигнованиях на государственные иностранные операции ФИ-25 с ФОПС. Нас бы эта новость не заинтересовала от слова совсем, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что Полоний и Малиатакис предложили увеличить финансирование Республики Армения на 100 миллионов долларов в рамках федерального счета помощи Европе, Евразии и Центральной Азии ЕКО. Как утверждают в Армянской Ассамблее Америки, финансирование будет направлено на поддержку лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, которые в настоящее время проживают в Армении, поскольку были вынуждены в 2023 году покинуть свою родину из-за крупномасштабного нападения со стороны Азербайджана. Ясное дело, что формулировка, озвученная лживая от первого до последнего слова, нет никакого Нагорного Карабаха, а есть Карабахский регион Азербайджана. И официальный Ереван неоднократно признавал территориальную целостность нашей страны, включая Карабах и Анклавы. Да, признание это было вынужденным как результат победы нашей страны в 44-дневной войне и блестяще проведенной однодневной антитеррористической операцией в сентябре прошлого года. Тем не менее, признание это имеет место быть. Соответственно, очень нелепо звучит заявление, согласно которому Азербайджан напал на Азербайджан. Кроме того, забыли упомянуть о том, что армяне проживали на временно оккупированных территориях Азербайджана незаконно, изгнав оттуда истинных хозяев этих земель, то есть азербайджанцев. Это и была настоящая этническая чистка. А выезд армян, незаконно проживавших на временно оккупированных территориях нашей страны, проходил мирно и на добровольной основе. В ходе этого процесса не пострадал ни один армянин. Отказавшись подчиняться законам Азербайджана, армяне, будучи носителями паспорта Армении, выехали из Ханкенди на своих полностью груженных автомобилях. Азербайджанцев из захваченных армянами населенных пунктов нашей страны в ходе Первой Карабахской войны изгоняли под дулами автоматов, разлучая родителей с детьми, не давая людям ничего забрать из своих домов. Но никогда, за все годы оккупации Армении 20% территории Азербайджана, в Конгрессе США не предлагалось даже выделить нашей стране финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов. Хотя число беженцев и вынужденных переселенцев с нашей стороны составляло свыше миллиона человек. Тот же Полоний героически помалкивал на сей счет, хотя является конгрессменом аж с 1988 года. Впору вспомнить афоризм про проповеди и заповеди. В целом, случайно ли это инициатива конгрессменов Полоний и Малиатакис? Вовсе нет. Ведь сама должность того же Полония буквально кричит о том, что перед нами ангажированный армянской стороной лоббист. Достаточно напомнить, что в свое время именно Полоний инициировал резолюцию о признании независимости никем, в том числе и самой Армении, не признанной НКР. Чем все это закончилось? США, ясное дело, так и не признали несуществующую НКР, но Полоний вполне мог отчитаться о своих потугах перед армянскими избирателями и спонсорами. Мол, я сделал все, что мог. Но на том он, как оказалось, не остановился. В самый разгар 44-х дневной войны именно Полоний настаивал на введении санкций со стороны США против Азербайджана. Понятно, что он не сахинею. Ибо просто нелепо звучало само предложение о введении санкций против страны, территории которой почти три десятка лет находились под оккупацией, а не против страны-оккупанта. Но Полоний известен как раз тем, что готов исполнять любой армянский каприз за их деньги. В любом случае замечу, что и то его предложение так и осталось предложением, никаких санкций против нашей страны США не приняли. И вот сейчас мы видим новые выкрутасы этого проармянского конгрессмена. Случайно ли они? Вовсе нет. Дело в том, что выборы в Палату представителей США запланированы на 5 ноября 2024 года. Голосование пройдет во всех 435 округах в каждом из 50 штатов. Победители выборов составят 119-й Конгресс США, в которой Полоний и Малиатакис явно захотят пройти снова. С помощью армянской диаспоры США, перед которой сейчас они и прогибаются.